С мамкой твоей женимся мы. А ты, Андрей, теперь мой сынок. Я теперь твой папка меня Тимофорова. У меня для тебя есть мой большой вкусный пирожок. Красавец. И я готов накормить тебя. Понял. Я сам достал его из печки. Надеюсь, что действительно из печки, да. Hello people. Здорово. Сегодня у меня день рождения. Поздравляю. Что жду самые креативные поздравления в комментариях. Поздравляю. С днём рождения. Как тебе такое? Можете написать это у меня в комментариях. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И это Тимоха плюс Скулбой. У нас угарные видосики с канала Леглеечек. Ставьте лайк, поехали. Кто напишет больше крутых поздравлений, тому я дам пирожок с вишней. Здорово. Вот такой тор мне подарила семья Скулбоя. Вкусный. Надеюсь, Андрей мне тоже что-то подарит. А мне кажется, тебе эта семья Стива из Майнкрафта подарила. Лично Джек Блэк, который там снимается, пришёл просто и вот этим тортиком тебе насрал. Смотри, какой красивый. А то я обижусь. Мама и Тимоха поженились. С мамкой твоей женимся мы. Класс. Свадьбу играть сейчас будет. А ты, Андрей, теперь мой сынок. То есть ты можешь официально шутить шутки про мамку Скулбоя, да? Я так понимаю. Окей, окей, я тебя понял. Папка бывшей твой бутылки пусть собирает себе на буханку хлеба. Бомжара. Мне нравится. А маме твоей мои пирожки из печки нравятся. Да-да-да. Мне вообще нравится, как она смотрит. Такой непринуждённый взгляд такой. Ну да-да. Да, вот я взяла и вышла замуж за Тимоху. И что вы мне сделаете, как говорится? А вам слабо? Вкуснятина говорит. Ага. Сынок, вот я думаю, мы сейчас с Тимохой женимся с батей. Что делать? На улице оставить или домой пустить? Тимоха с батей поменяются. Тимоха, значит, в дом, а батя в собачью будку какую-нибудь. Там как раз собака у вас есть, короче. Батя рядом поселится и нормально. Пусть зрители в комментариях решат... Комментариях? Ребята на... Ребята в комментариях, вы готовы решать судьбу? Гуляет дальше. В общем-то, мамка не прогадала, потому что Тимоха у нас ещё и миллионер. Не только жених. Простите меня, семья Кулбоя. Но теперь я миллионер. Вижу. А вы мои личные бомжи. А папу я вообще выгнал на улицу. Но ему нравится вроде в коробке жить. Ну, конечно, да. Он же тебе, наверное, так и сказал. Я в таком восторге в коробке жить. Чтоб меня почаще так выгоняли. Ну, а вообще я разбогател на продаже пирожков. Мне вот интересно. А у него в коробке телевизор хотя бы маленький. Есть футбол, смотрите. А то папа не папа без футбола. Чё там, пирожков? Ты купил себе лаборгини у русского Егора Крида. Теперь я на флексе. Ребята, напиши в комментариях, чтобы мне купить новую машину себе. Или дом Андрею новый. А то я не могу выбрать. Не, я думаю, что тебе нужно просто свалить нафиг из этой семьи. Чувак, оставь в покое несчастного батю. Верни ему диван. Верни ему футбол. Он плакать будет. В общем, жду ответов в комментариях. Ну что, начинаем? Начинаем, да. У нас следующий видос. Тимоха заменил отца в скулбой. Твой папка крышей поехал и превратился в пса. Это я вижу. Не знаю, как это произошло, но он называет себя Тимофой. Я вообще не про это хотел сказать. Я хотел сказать, что он крышей поехал, что он на тебя женился когда-то, судя по тебе. Что я вижу. Окей, окей. Что за Тимоха, я не знаю. Тимохой стал. Но он как появился сразу, с твой ног в меня влетел. Нифига себе, какой борзый. Ну тогда понятно, почему ты такая красивая. И вот результат налицо. А вот и он. Где? Привет, Андрей. Я теперь твой папка меня Тимофа. У меня для тебя есть мой большой вкусный пирожок. Красавец. И я готов накормить тебя. Понял. Я сам достал его из печки. Надеюсь, что действительно из печки, да. Очень вкусный. Смотрите, собака такая смотрит, говорит, а я не... А я не поняла, это что такое? Я в будке живу, а тут какие-то собаки ходят. Слышь, в обуви недешевые. Тут в одежде пирожки жрут. Тут это что за... Это что за дискриминация, да? А мама твоя пирожок не захотела. Потом получила по заслугам. Вот так вот. Хочешь жить, умей жрать пирожок, да. Ну, у Тимохи такой девиз. Иначе по заслугам, по заслугам. Он, кстати, только что похитил родителей, видос называется. Похитил. Я забрал твоих родителей. Что ты вытворяешь? И напомнил их своим пирожком. Им понравилось. Как ты запарил. Маме твоей даже очень. Даже в общем. В общем, без родителей теперь ты и они мои. Сидят в подвале и жрут пирожки. Обалдеть. Не жизнь, а сказка. Просто шикарная сказка. Лучшая сказка на свете. Страшная сказка, я бы сказал. Вот это вот. На меня прямо сейчас смотрит. Да, слушай. Что ты не оставишь несчастных людей в покое, Тимоха? Ну, в самом деле. Ну, организуй ты свой пирожковый бизнес уже. Ха-ха-ха, лол, кек, чебурик. Бегает, пристает. Скорая твоя очередь на пирожок. Андрюшка мой. Нет, он не твой. Успокойся. Убери свои пирожковые лапы от него. Собственно, правоохранительные органы ко мне прислушались и посадили его в тюрьму. Андрей, это видео для тебя. Я попал в тюрягу. Ты без пирожков моих оставь. Давай вот там вот пирожком людей корми. Давай. И тебя накормят пирожком, и ты накормишь пирожком. Все там друг друга накормите пирожком. Пожалуйста, спаси меня. Спаси меня, Дабу. Ну, будь аккуратен теперь твои родители. Это Тимоха и Гена. Но они фейковые. А меня настоящего посадили в тюрьму. Ну, может, это и к лучшему. Может, пусть фейковые будут. А то настоящие у нас какой-то такой себе паренек. Да, с ним лучше дела не иметь. Лучше уж фейковые, ребят. Всего-то я решил своровать вас. Всего-то ты решил, да. 21 тысяча пятнадцать. И что теперь в тюрьму сажать? Помоги мне, Андрей. Действительно. А вы, ребята, напишите в комментариях что-то хорошее про меня. Да. А то мне надо это сокамерникам показать. Они не верят, что я хороший. Может быть, тогда они будут получше со мной обращаться, да? Комплименты. И тогда у Андрея точно получится меня спасть. Спасть. Спасть и засунуть в пасть, да? И переживать. Ну это, вы комплименты арестантам давно делали, ребят? Вот можете начать, да? Помогите мне, зрители. Напишите добрый комментарий. Ну мне тоже напишите добрый комментарий, что я уже вот с этой заразой столько времени дела имею, понимаете? И рискую все время съесть пирожок. И вот, понимаете, я не боюсь. Господи, Иисусе, родители теперь Тимоха и Гена. Привет, Андрей. Здравствуйте, да. И теперь мы твои родители. Это Гена, познакомься. Очень рад. Он любит булочку с сосискою и чай-бутерброд. Это я знаю хорошо, да? Если ты ему чай не нальешь, то он тебя накажет. Ха-ха. Бывает, да. А, кстати, для тебя у меня сегодня есть новая партия пирожков. Гена, а ты в порядке вообще? Что у тебя с головой? Прям из печки. Вкусные. Умм, ама-няма. Ама-няма, да. Твоих родителей мы выгнали. И теперь мы тебя так воспитаем, что ты каждый день будешь булочку и пирожки кушать. Да как же вы запарили. Ну и чё... А чай-бутерброд, подожди. Чё, уже жалко, что ли? Уже чай-бутерброд. Говорили уже чай-бутерброд. Давайте ли чай-бутерброд тоже. Что ты башкой трясёшь свой? Где твой чай-бутерброд? Вот, пожалуйста, Тимоха вареньем измазался и стоит. Привет, Андрей. Так. Это я злой Тимоха. Очень злой. Я решил, что я теперь твой папа. И буду... Злой Тимоха. Когда мы в клубе Чиксы танцуют, да? Рэпер Тимоха. Понял. Ну, кормить тебя каждый день пирожком. Ну, да, да. Ну, с ним... Ну, маму твою менять не будет, она мне нравится. В общем, поприветствуй многого отца. Слышь, мама, тебе нравится, я не понял. Ты это, маму мою не трожь, а? Вон там собака в собачьей будке. Вот с её мамой знакомься, иди. А не надо вот этого, понял? Смотри, что случилось с твоими родителями. Да отдыхают вроде нормально всё. И Андрей, советую тебе не убегать из дома и кушать мои пирожки прямо из печки. Батя, он там аж плавает по волнам, по-моему, что-то руками шевел. Андрей, и уроки учи, и всё будет хорошо. У тебя глаза просвечивают. Если что, дружище, ты глаза потерял, где-то валяются, может, под машиной посмотри. Вот твои родители не хотели кушать. И что случилось? Ла-ла-ла, я Тимоха-ла-ла. Ха-ха-ха, ну-ка ещё раз, погодите, погодите, это надо переслушать, это великолепно. Тимоха-ла-ла-ла, пирожок. Я Тимоха-ла-ла-ла-ла, я Тимоха-ла-ла-ла, пирожок. Ла-ла-ла-ла, я Тимоха-ла-ла-ла, пирожок. Поняли, да, ждём трек, ждём такой трек. О, глаза появились, нормально. Кушай мой, Андрей, и будет все ла-ла-ла. Крутая песня. Офигенная, просто, просто офигенная. И это, это ещё лучше, да. Ну что ж, кликайте сюда, ребята, на этом мы заканчиваем. Вот такая вот она документальная хроника жизни Тимохи из Кулбоя. Ставьте лайк, переходите сюда, если понравилось это видео, то тоже поугарайте. Всем счастливой удачи, пока, увидимся вот тут.